АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то с женой в последнее время хуже жить стали. Не, я не хочу сказать, что я уже её совсем не волную. Волнуется, конечно, если я, например, с улицы в ботинках по ковру. Это её возбуждает. В экстаз может войти. А вот знаете, вот так от одного моего вида как-то не получается. Ну, начинаешь намекать на эти, ну, на супружеские обязанности, да? Сразу отстань, я из-за одного колоска комбайн заводить не буду. Тоже мне комбайнёрши. А тут у нас недавно один мужик лекцию решил прослушать про женщин. Ну, потому что его жена дома тоже затуркала с тобой, заниматься любовью, значит, одно расстройство. А у мужика просто день неудачный был. Ну, мужик расстроился и на лекцию пошёл, чтобы узнать, в чём дело, чё не так. А лекция как-то по-хитрому называлась, лекция называлась, как же она называлась? А, вспомнил. Лекция называлась «Урагенные зоны». И, значит, мужик с лекции приходит и рассказывает. Лектор, значит, сказал, что если, значит, до этих зон грамотно дотронуться, женщины вроде как спохватываются, и у них проявляется интерес. Ещё лектор сказал, говорит, вот, мужики, запоминайте. Лектор, значит, сказал, что дотрагиваться надо обязательно только подушечками пальцев по часовой стрелке. И стараться, значит, обязательно в нерв попасть. Понял? Ну, по часовой, а то не туда заедешь. И этот нерв, значит, расположен... Ну, чё улыбайтесь-то? Не там, не там. А в разных местах организма, ну, например, там, на затылке, там, за ухом. Я сам не думал, что так далеко от линии фронта. Вот. А у нас, мужики, кто по два, кто по три раза женатые, вообще ничего про эти зоны не слыхали. Кинулись, значит, все быстрее домой, новую жизнь начинать. Я тоже пришёл домой, на жену свою многозначительно поглядел и за ухо крутанул по часовой. Сморю, в нерв попал. У неё, знаете, взгляд остановился, и она вот этим пальцем, да, у виска как отверткой крутить стала. И рванул на кухню картошку чистить. Ну, может, чтобы от своих сексуальных мыслей отвлечься. Я-то ей остыть не даю. Она картошку чистит, я сзади забежал. И как мужик учил, шурую вдоль позвоночника подушечками пальцев по часовой. Я смотрю, её всю чувствами переполнять стала. Спина задышала. От затылка пар пошёл. Она руками-то всплеснула. И этот полофон от настольной лампы у меня на голове оказался. Хотя не мой размер. Целую часть снять не мог. В общем, короче говоря, на следующий день у нас на работе из семи мужиков никто на работу не вышел. Все семеро легли на бюллетень. Причём двое без памяти. Смирнов пришёл по локоть в гипсе, плакал, рассказывал, как он своей Клавке в час ночи по коленочке водил, подушечками пальцев по часовой. Ну, понимаешь, там так получилось, что эти его подушечки шершавыми оказались. И Клавке показалось, что по ней рашпилем водят. И она с красони всей его ласки об коленку хрусь и переломила. Терёхин с двух ночи до пяти утра своей Верке под лопаточкой щекотал. Пока рука не отнялась. У той ни в одном глазу. Под утро ей показалось, что по ней насекомое ползёт. И она хлопнула. А у Верки ладошка как противень. И Терёхина со стороны затылка накрыла. У него в раз все урогенные зоны отрубились. Его теперь не выписывают. Он не может вспомнить, чего ему от неё надо было. Лектора вызывали. Чё ты наделал? Иди, успокаивай людей, объясняй. Есть зоны, нет зон. Приехал лектор. Вот такой мордоворот. Весь в шрамах. Всё, говорит, на себе испытал. Пять раз женат был. У него пять сотрясений было. Вышел и говорит, я как специалист, говорит, ответственно заявляю, что у жён, говорит, урогенные зоны, говорит, есть. Вот так и сказал. Есть. Но правда добавил. Только, говорит, у чужих. АПЛОДИСМЕНТЫ